Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня мы рады приветствовать участников группы Время и Стекло, Нагдзя Рафеева и Лешу Позитива. Привет всем, привет, кто с нами. Спасибо, что вы задали много вопросов. А много вопросов, кстати, задали? Да, очень много вопросов. Мы успеем, но будем стараться. Да, мы будем стараться отвечать не нудно и быстро. Нет, быстро нам не надо вопросов. Да, нужно развернуто. Вот это вы зря сказали. Что было, о чем писать. Мы, Леша, любим долго отвечать на вопросы. Ну, собственно говоря, начнем с главного повода. Это у вас 3 ноября состоится ваш сольный концерт. Расскажите, как проходит подготовка и вообще будут ли какие-то изменения? Все-таки это программа на бис, да? Это будет концерт, да. Я, например, хочу уже хэштег внудрять. Это вис на бис, например. Потому что, действительно, это концерт, который будет не совсем повторяться с концертом, который был, какого часа это было? 19 мая, боже, как можно забыть. Это был мой день рождения. 19 мая в Сириоплазе был концерт, но это не будет повтора этого концерта. Это будет концерт с новыми песнями, с новыми хитами, новыми постановками. Вероятно, все с новыми фишками, я думаю, даже и опять же будет это VJ-шоу, это будет, если это мое шоу. Ну, кажется, вероятно. Вероятно, что это? Можно я загадку могу так делать. А вероятно, что это будет то же самое. То есть и новое, и старое, да? Да, но хотелось бы, конечно, побольше всего нового. Потому что, все равно, как и для артиста, и для зрителя, нам очень важно всегда, каждый раз удивлять по-новому. Правда, вы понимаете? Я кашля, я забыла. Это тоже, кстати, когда кашля прибыли. Да, будет классный концерт, и я уверена, что он будет лучше, чем концерт 19 мая, потому что мы уже будем гораздо расслабленнее. Тогда был прямой эфир. О, да. И мы безумно волновались. Когда нет четкого тайминга, а в данном случае его не будет, концерт проходит абсолютно по-другому. Присутствует большее общение со зрителями. А мы это с позитивом обожаем. Мы любим выйти, потрогать людей, по вниманию. Потянуть паузу, чтобы не надо было делать заготовленных фраз, и, например, должны влезть в эфир. А вот поговорить спокойно, полежать, отдохнуть на сцене. Ну, спокойно выйти даже на течке. Полежать, да? Да, позитив иногда ложится на сцену. Я говорю, что позитив уже просто старый, 7 лет гастроли, с премией стекло, его утомили. Нет, я... И ему нужно отдохнуть в этот момент, там, например, я общаюсь со зрителями. Да мы делаем все, что мы хотим, на самом деле, на сцене. И обычно, вот, когда мы в таком состоянии с позитивом, концерт получается самый лучший. Вот нет вот этого четко-четко надо что-то сделать. Да, на церквях все в меру понятности. Да. Концерт 3 ноября, я уверена, будет очень хорошим. Поэтому мы всех приглашаем в стереоплазу. 3 ноября, весна, бис, будет круто и хорошо. Елена, в прошлый раз вы презентовали новую песню, ты мне тролль на концерте, да, именно? Да. Планировался ли клип, возможно, будет премьера клипа во время десесса? О, спасибо за вопросик. Где-то ты только слышишь, что съемки уже были, да? Да, позитивно. Что ты говоришь? Премьера на этой неделе. На этой неделе. А было круто заемление там, скажем, тоже? Ну, Женя, нет сил тянуть. Дело в том, что, действительно, мы сняли клип, мы виделись позитивомонтаж, и я хочу смело заявить, мы хотим смело заявить, что... Что мы сошли с ума. Что мы сошли с ума. И это будет один из лучших клипов группы «Время и стекло». Он другой. Он другой, и каждый новый клип будет лучшим клипом группы «Время и стекло». Нет, ты знаешь, я вот... Вот на счет этого клипа у меня прям особенная уверенность, что это будет абсолютно новым этапом для группы и песни, во-первых. Все отталкивается, безусловно, от музыки, от песни. Сама песня крутая очень. И клип добавил к этой песне еще, не знаю, сто процентов. Теперь это такая, я не знаю, комочек бомбы, который точно разорвет. И я вот верю в то, что это станет супер-хитом. Да, она уже становится. То есть все получилось. Но слава богу, мы еще можем переплюнуть самих себя. Это хорошо. А кто песню написал? Потап, да? Написали, как всегда, вот все мы вместе написали. Была музыка вначале, потом переделывался текст миллион раз Потапом. Потом что мне нравился? Наде, например. Вот. Ну и мне тоже как бы. И действительно другая версия песни «Тролль». На концерте на M&D была совершенно другая, куплетная часть у меня. Поэтому мы переделали все как по отзывам. Мы очень долго думали, мы пересвели песню. Она звучит по-другому. У нее есть новые армементы, новые вставки. Поэтому она, можно сказать, не такая, как была до этого на концерте 19 мая. Да, да. Так, вопрос от Влады. Как вам сидится в одном тренерском кресле на проекте «Голос Дит»? И вообще, кто чаще всего нажимает на кнопку в проекте? У вас споры возникают, когда вы выбираете какого-то участника? Спасибо за прекрасный вопрос. О, «Голос Дети» – это место, которое нас ссорило с позитивом и мирило. И именно там мы поняли очередной раз, что мы с позитивом настоящая команда. Потому что мы группа, и да, было непросто делить одну кнопку. Потому что разное было сомнение о голосе, о тембре, о стиле, о вокальном каком-то. Но вот эта одна кнопка, с другой стороны, дают двойную силу. Каждый видит в участнике что-то свое. И правда, это сыграло для нас очень позитивную, на самом деле, роль. Несмотря на ссоры, несмотря на какие-то там моменты. Да, они присутствовали, я думаю, что всем будет очень интересно наблюдать за нашим двойным креслом. Потому что конфликты возникали, да. Ну, а у вас вообще какие были критерии отбора? Да, вот всегда, вот у нас совершенно разные с Надей, даже, там, я говорю, например, «Вот она, вот классный голос, или там, какие ноты там?» И, например, Надя говорит, да, это вообще на самом деле не супер, типа, круто, Леш, ты просто не понимаешь. То есть, есть разные, разные вкусы и даже разное понимание, наверное, в общем, ну, как-то круто. По поводу голоса я хочу просто добавить, потому что прошло уже время. И вообще у меня после голоса была неделя депрессии, потому что отказывать детям – это лучше вообще, что может быть. И когда ты слышишь этот, ну, когда смотришь голос, ты думаешь, ну, да, ну, да, ну, сидят, делают свою работу. Ну, нет, это невероятно тяжело. И я уже потом понимаю, что, боже, все мы, все, кто там сидит в этом кресле, допускают миллион шею. Да, и как ты можешь? Мы так ошибаемся, все там тренеры ошибаются. И как ты можешь критиковать ребенка? Вот как можно, когда ребенок выходит, которому 7 или 6 лет, и он поет так, как просто Бог, и, например, или даже если он что-то где-то как-то, ну, хуже был другого ребенка, ты критикуешь его и выбираешь между одним и другим, это очень сложно. И особенно, тем более, что часто были такие, когда есть слепые отборы, сложно очень понять, сложно очень… Потом ты поворачиваешься и видишь, что ребенок был действительно харизматичным, и он может быть действительно крутым артистом, даже если у него недостаток какой-то есть в голосе. Ну, и ты не, и поэтому ты не провернулся и что-то не слышал. И еще сложность есть в том, что один за одним они выходят. У тебя начинает уже, ну, ты привыкаешь к силе голоса какой-то, потом кто-то может выйти, как бы спеть вроде чуть-чуть меньше подачи, предположим, ты потом поворачиваешься, а видишь, что ребенку 6 лет, а он валил не хуже, чем, например, 11-летний ребенок. И ты понимаешь, что вот эта перспектива. И, в общем, сложность в этом приколе, в этих слепых прослушиваниях. Я думаю, что если мы посидели во втором сезоне, мы с позитивом, наверное, бы немножко уже по-другому… Совершенно по-другому. Да, да, мы бы уже по-другому выбирали, но это будет очень интересный сезон. Ну, а Потап, какие-то вам советы давали перед тем, когда вы стали наставниками? Какие это были советы, например? Да, у нас было очень мало времени, в принципе, встретиться с Потапом. Я помню этот момент, мы были все время на гастроле, и Потап был на гастроле. И мы примерно по телефону один раз обсудили, и одна была встреча, буквально полчаса, где Потап просто вложил все свои какие-то моменты, где он мог ошибиться. Он нам объяснял, что нужно слушать сердцем, что нужно… Ну, в общем, тут столько таких нюансов, которые ты не предугадаешь. Нужно всегда чувствовать, что твое сердце подсказывает. И не всегда, как и в жизни, знаете, не всегда диапазон огромный решает все вопросы карьерные. Нужно как-то почувствовать какие-то нотки в ребенке и понять. И все это делать с закрытыми глазами. Мы о многом говорили с Потапом, правда, за эти полчаса. И он, правда, нам очень помог, и он приезжал нас поддерживать. Он не выходил, не показывался, но сидел вместе в продюсерской с нашей командой. Мы смотрели, как мы себя ведем, и он очень гордился нами. Он даже ушел раньше. Да, он сказал, я спокоен, я спокоен, все, делайте. Следующий вопрос от Карины. Вас не смущает, что вас сравнивают с уменьшенной копией Потапа и Насти? Никто уже давно этого не делает, по-моему. Но это было в начале, да, когда вы вас сравнивали? Сравнивали просто от чего? От того, что мальчик, девочка, и все остальное. Сейчас можно миллион групп также сравнивать это время и стекло, которое появилось, например. Вот. Но, и, кстати, можно даже больше сравнивать. Потому что Потапа и Насти все время и стекло, музыка совершенно разная. Если же пишут одни и те же люди все время, все, но мне кажется, что это странное сравнение. Даже, я не знаю, даже по каким критериям там можно сравнивать. Вас это обижает, когда вас сравнивают с Потапа и Насти? Ну, во-первых, не сравнивают, во-вторых, мне кажется... Просто, когда люди в комментариях просто... Если я не сравниваю, значит, это глупые люди. Ну, извините. Но это странно сравнивать просто. Я имею в виду то же самое, что сравнить огурец с помидором. А я уже, знаете, я уже просто пришла к тому, что я вообще уже не реагирую на такие вот... И они, я их даже, знаете, вот такие, что-то если читаю, или там оскорбления какие-то, а они прилетают регулярно ко всем артистам. Я настолько к ним отношусь спокойно. Более того, они мне даже придают какую-то силу. Я понимаю, что, значит, мы туда двигаемся. Потому что в начале карьеры, когда вышел первый клип, я часто эту историю рассказываю, когда вышел клип, так выпала карта. И я прочитала комментарии в Ютьюбе, я была в шоке. Потому что меня так оскорбляли, я не могла понять, за что и почему. А потом пришел Потап, он видел, что я расстроена, спросил, что я делаю. Я ему сказала, и он говорит, а вот теперь давай зайдем на сайт Beyoncé, Рианны. И теперь на наш сайт давай зайдем. И он мне показал, что о них пишут, и что. Ибо о Потап, о Насте... То есть она имеется на видео, в комментариях? Да, я просто обалдела то, что этих артистов всех оскорбляют. И у меня, знаете, это Потап со мной провел сеанс терапии, звездной называется. Я вот в один день у меня отключилось вот это ощущение расстройства, когда как-то плохо комментируют. Теперь я воспринимаю это как суперсилу. Более того, я даже коллекционирую эти оскорбления. Я выкладываю иногда на своей странице в Facebook, потому что там меньше за мной детей следит. И я там иногда такие вот всякие провокационные вещи выкладываю. У меня такая традиция. Или позитив любит, когда такое... А что же у тебя дети это пишут? Ну, слушай, одни дети выражаются так, а другие нет. И не всегда дети. У меня взрослые мужчины эротические фотографии присылают. Это папы чьих-то детей. Да, это тоже папы. Представляешь? Да. То есть вы плохие комментарии не удаляете, да? Как многие артисты, например, в том же Инстаграме. Не, а зачем? Это прекрасно. Чаще всего бывает больше доброжелателей, поэтому когда кто-то видит его комментарии, ты оставляешь так, как жена, оставляешь человека на... На расрезание. На расрезание, вот, да. Да, поэтому это интересно наблюдать. Вообще классно, да. Обладается плохой комментарий. У нас реально очень крутой фан-клуб. Они у нас самые лучшие. Они за нас классно голосуют. Они такие активные. У нас лучшие поклонники. И они это просто разрывают. Те, у которых, если что, в общем, у нас суперпостяжка. Если конструктивная есть критика какая-то, это да. Но если есть просто обливание грязи, то... Это же сразу понятно. Ты сразу видишь. Тебе просто... Вопросы тленные. Надя, первое, когда задаешь гугли ваше имя, выскакивает фраза Надя Дорофеева беременна. Сколько раз вы уже были мамой в прессе? Я была раз 9 или 10. То есть вы уже многодетная мама, да, получается? Да. У меня уже много детей. Я на самом деле не умею втягивать живот. Моги длинные. Я худенькая, но при этом я могу что-то такое одеть. И когда ты еще поешь на сцене, ты дышишь. Ты дышишь диафрагмой. И, естественно, ты во время пения... У меня, получается, я такие костюмы одеваю обтягивающие. Там какие-то боди такие. И в них всегда, если там вдохнуло как-то, все это видно. И если сфоткает, ощущение, что как бы да, там месяц четвертый и пятый есть, наверное. Поэтому мы тоже смеемся с тем нашим офисом, потому что таких, кстати, очень много. И тем более я уже замужем, как бы не первый год. И все постоянно... Вот у нас интервью давали Кате Асачи на днях. И тоже она спросила, ну когда вы уже? И Вова смешно отвечал о том, что он говорит, ну да, Кать, спасибо за вопрос. Я как бы месяц, Надю, не видела. Она тут танцует, знаешь, нефигда. А потом она приходит домой, как бы и спать ложится. Очень хорошо. В первый раз и временно. Да. На фотках, в смысле этого. Это нужно было у Кати Асачи такие же вопросы. Ну когда уже, когда? Опять? Я уже сама молчала, и потом раз, и вот так. Да. Вопрос от Иры. Вы передаете цифрам какое-то магическое значение, судя по вашим песням. Песня 404, имя 505, ритм 122, опасно 220. Что они для вас значат? Ну вот эти цифры что-то значат или нет? Возможно... Это код от сейфа позитива. Код от сейфа позитива, во-первых. Сейф находится дома. Тоже как адреса МВД. Это была фишка мини-альбома «Глубокий дом». И 505, это была фраза из песни 505, 505, ты расставался с тобой тысяч раз. Это была рифма. И потом, вот, ну знаете, само родилось, само пошло. Сначала позитив назвал, да, песню 404, и у тебя файл назывался, да так? Да, потому что зашла, очень хорошо зашла песня, все знаем, что зашла. Она хорошо, всем понравилась песня 505. И потом я подумал, что нужно что-то в этом духе писать дальше. И по музыке, и по стилю. И поэтому проект, который я назвал сразу, там, где делаю музыку в программе, я назвал его 404. Просто потому что, как бы... А, и были тогда вопросы, а будет ли 404? Я там, это так все в себе, просто, чтобы запомнить, как проект называется. Я его назвал 404, и начал делать музыку. И появилась так песня. А обычно так бывает, часто, чаще всего даже бывает, что есть какое-то распредельное название песни, Вот он и остается потом. Или наоборот, меняется название там, а мы его называем, ну, как в первый раз назвали песню. Да. А вообще, мы верим в магию чисел, в нумерологию, в все остальное. Я даже набила себе на руке семерку, потому что это число для меня имеет, ну, такое большое семейное значение, которым, ну, я не буду рассказывать, потому что это лично, но оно всегда мне помогает. Я вот верю, потому что когда мы с Мерсом, ты над моим ответом? Нет, я придумал какие-то разные, что-то, что-то. Какое значение семейное? Конечно, ну, я не могу рассказать. Я поставил уже 5 вариантов, и они все очень смешно. Мне все спрашивают постоянно об этом, но я вот, да. В общем, когда я под седьмым номером где-либо выхожу, все всегда очень удачно. Вот, 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 для нашей семьи это важный цифр. Ну, отправляйте на номер 3. На номер 5. На номер 5. На номер 5. На номер 5. На номер 7.9.14. Встаньте зеркан. Да. Пожалуйста, остался только финал, и целой недели длится голосование. О, кстати, я тебе поздравляю. На номер 7.9.14. Поздравляю. Спасибо. Ибо вас тоже поздравляю с выходом в финал. Спасибо большое. Все, давайте поздравим, Наню, финалист. Спасибо. Я не ожидала. Я вчера стояла за кулисами и готовила речь на уход. Думала, что не пройдут. Я не ждала речь на уход? Ну, конечно. Ну, отказалась? Да. Конечно, я уйду. Да. Я знала, что я скажу, когда там, если меня объявят, я там того-то поблагодарю. Приглашу на концерт 3.1. В сериал классов. По-любому. Ну, в общем, я знала, что я скажу. И тут, когда нас объявили первыми, у меня, честно, там, по-моему, лицо видно вот этому. Что? Что, как? Я уверена была, что меня объявили. Спасибо вам за то, что вы голосовали. Правда. Без вас ничего бы не получилось. И благодаря вам есть еще возможность станцевать еще танец. И без вас концерт 3.1.1.1 не может пройти. Хорошо, поэтому приходите все. 3.1.1.1.1.2. Кстати, есть вопрос по танцев. Алина спрашивает. Я считаю, что без близких отношений не могут быть такие страстные танцы, как у вас, Жене, Катому. Насколько вы близки? Леша. Особенно вот такие, видишь, у нас таких нет, 7 лет в группе не договорились, либо еще. Еще вопрос, Женя, не теряйтесь, где танцы, а где реальность? Я хочу сказать по поводу Жени, когда я пришла с ним знакомиться, он говорит, ну сейчас мы станем с тобой в пару и попробуем, значит, как мы в контакте, значит, и первое, что он делает, говорит, сейчас вот, дай, дай, да, хватит, хватит, значит, так раскручивает, говорит, прикрутись ко мне, я прикручиваюсь, и тут он такое делает, я, я так, ну, типа, нарушает мое личное пространство, думаю, ну че себе, какой наглето! А потом я поняла, что он просто по жизни так, что он... А потом я поняла, что реальная фишка, которую обладает Женя Котт, это суперпрофессионализм и умение реально работать в паре, он не стесняется ничего, и рядом с ними, вот, кстати, сейчас позитив у нас мучается немножко после моих танцев на концертах, потому что теперь я на выступлениях, на грустных песнях так выпала карта, говорю, Леша, давай играть любовь! А он мне говорит, Дадь, я стесняюсь, я стесняюсь, и он начинает реально смущаться, когда к нему подхожу, так выпала карта, я начинаю прямо ему, и он говорит, так, я понял, надо... Ты после своих танцев вот этих начала вот эту вот фигню делать! И сейчас мы реально, вот я набралась такого опыта в работе с партнёром, другого танцевального, и я бы очень хотела внедрить вот уже такие более спектакльные моменты, как ещё одну из граней для «Время и стекло», потому что позитив у нас театральный, кстати, киношный персонаж, он актёр вообще по образованию, и я бы хотела, чтобы мы вот открыли в себе вот ещё такие штуки, которым меня, например, Жень-то научил. Мы с ним в очень тёплых дружеских отношениях, мы дружим с семьями, мы вчера ужинали вместе после проекта с семьями тоже, поэтому, да. 3 ноября он будет у вас? 3 ноября он будет у нас, да? Будет танец! Мы бы, кстати, хотели Женьку, позитив с ним тоже уже подружился, они там корешат нормально, и мы хотим что-то такое придумать с ним, но я пока не знаю ещё что, но мы хотим вот фишечку сделать. То есть Вова Дантес с Женей подружился, да? Да, они все дружат, я ещё не понимаю. А что он говорил про эти страстные танцы, которые у вас были на паркете? И не один, кстати. Всё-таки какие-то такие ревности были? Такой танец с этим был не совсем, знаешь. Надя, хоть немного какие-то ревности были от Вовы? Я не знаю. Вова какой-то святой парень вообще. И он мне ни слова не сказал. Он мне наоборот говорит, вот так отыграли, вот так хорошо всё сделали. Жена, например, Жени, когда мы репетировали первые номера, вот друг у нас была первая чувственная, да, Наташа посидела Женина и говорит, ребята, вы отморожены, так же нельзя чувство играть. Надя говорит, ты вот так вот, нам нужно подойти друг другу, вот так вот. Вот Лёша стесняется сейчас. Он как я сейчас себя ведёт, он не может вот так голову и посмотреть, поднять и посмотреть на меня. Это моя была фишка. Она подошла и говорит, ты должна, чтобы в паре работать, подняв голову и в глаза смотреть, а не вот так вот, как я прячу взгляд, специально, чтобы не смотреть на человека. Ну ты просто ещё не сильно хорошо его знаешь, что живет. Ну это нормально. Я стесняюсь, да, ну вот ты же меня хорошо знаешь, но ты тоже стесняешься. Нет, это есть. Это целая история работать в паре. Вот честно, это не просто. И когда жена Жени вот подошла и сказала мне со стороны, что говорит, ребята, никто не поверит в то, что у вас любовь, по номеру румба это танец о любви. У них все танцы такие, да? Санба-румба, они всё о любви. Да. Ну и получается... А танец ненависти есть? Да. Ну не ненависти, а посадо были в таком настроении. Но дело в том, что это действительно получилась фишка нашей пары, вот эта способность показывать чувства вот эти вот. Да, у вас, кстати, лучше в этом плане пара получше всех. Это точно. Нет, правда, так смотришь, так в сравнении. Настроены на победу? О, у меня вообще, у меня Вова так на меня злится, потому что каждый эфир я готовлюсь вылетать, несмотря на то, что мы, конечно, пашем над танцами, и мы всё делаем, и не сплю я, и гастроли время и стекло, и всё остальное, и каждый эфир я прихожу в субботу на прогон, и я сижу, мне всё плохо, мне кажется, что мы недостойны. Каждый раз я в воскресенье в плохом настроении готовлюсь вылетать, и мы проходим, и вот вчера я даже готовилась, и всегда мне кажется, что я недостойна чего-то. Вот есть у меня такая проблема – мнительность. И я начинаю, к сожалению, заражать всех окружающих вокруг меня, и все на меня злятся очень сильно за это. Но, слава Богу, наша пара в финале, и для меня важна цель – сделать очень хороший танец. Для нас каждый раз Жене важно было сделать что-то важное и красивое. Вчера, например, на эфире Дима Монадик, мой любимый Дима, сказал мне фразу «Вот, Надя, вы делаете драму, зачем вы это делаете?» Это такая позитивная, хорошая. У меня очень позитивная группа «Время и стекло». Мы радуем людей на концертах, мы самая позитивная группа. Но мне очень хотелось благодаря танцам показать еще глубину. Мне очень хотелось показать какие-то важные темы. Важные темы, которые есть внутри меня. И мы причем выбираем такие танцы, которые реально случались в нашей жизни или в наших семьях, какие-то важные такие темы. Поэтому мы делали это все честно, не придумывая и не наигрывая. И дальше хочется это повторить. Но вы сказали, что Вова не ревнует. А вы ревнуете Вову? Я Вову ужасно ревновала. Вот этим мальчиком, который... Ужасно ревновала. Который ездит с ним передачу снимать. Там тоже девочки ездят, кстати. Да? Да. Кто? Ну всеочные там... А, оператор? Нет, не оператор, а продюсер. Продюсер. Я к тому, что Вову я просто издевалась над ним два года. В начале. Я очень сильно ревнивая. В начале супружеской жизни, да? Да. Я очень ревнивая. Я себе сейчас горю, конечно, за эти моменты. Потому что Вова мне их до сих пор вспоминает и говорит, А вот смотри какая ты была. А я не такой. Да. Как ты говорила, да? А он оказался не так. А Леша, вы ревнивый человек или нет? Я ревнивый. А Аню ревнуете? Я ревнивый. Или Аня больше вас ревнует все-таки? Нет, я не знаю как правильно сказать. Просто в зависимости от того, насколько это интересна ревность. Ну типа оправдана она или нет. У Аня больше из неоправданных моментов какой-то ревности. У меня, например, я стараюсь вначале найти множество каких-то фактов. Почему? Ну почему я ревнивый к этому человеку? Наоборот. Поэтому тут такое. Я более спокойно в этом плане. Но внутри, конечно, бывает у меня, что я могу нахаляться. Ты вообще бешеный. Ну вы себя связываете, да? Да. Ты мне позвонила, что ты дома. Я же не ревничаю. Ты могла по подъезду идти. Тебя могли убить. Это очень мило выглядит. Это не ревность, это называется волноваться за человека и переживать. Но по поводу ревности то же самое, да. Я вообще могу быть тихонечко, тихонечко и потом... Почему ты меня не отвечала? Лешка очень милый, когда ревнует. Что-то вопрос от Даши. Вашей жизни бывали любовные треугольники? Любовные треугольники? Не, мы не столько, наверное, еще это... Слушай, в далекой юности там... Не столько вопросов. Чтобы любовные треугольники вступать. Это очень сложно. Мне кажется. И вообще это моральная сложность, знаешь? Любить там... Там кого-то и... А в смысле треугольники? Это как? Это в смысле... Можно нанести в детской семье любовные треугольники? Да. Можно сразу понять. Пожалуйста. Или, например... Давайте следующий вопрос. Вопрос от Таи. От чего сможет снести крышу? И иногда... Можете ее сносить и без повода? Ооо... Вообще, мне снесло крышу в Амстердаме. Не подумайте ничего плохого. Ничего плохого не подумайте. На музыкальном фестивале... Всего лишь пара копейшопов. На музыкальном фестивале от музыки. Я там была такой счастливой. Потому что я очень люблю вот эту сферу в фестивале. Как раз я была на таких 3-4 раза. Это было где-то в Европе. Я специально ездила. Прям мы заранее готовились. Покупали билеты, чтобы посмотреть, например, на любимого артиста моего Струмая. Он мне, кстати, приснился сегодня. Вот, мне приснился сегодня Струмая. Это знак. Я просто ночью слушала его музыку, да. Музыка меня происходит с ума. И иногда я... Музыка меня сводит с ума. Иногда когда я слышу какой-то классный трек. У меня, знаете, у меня прям нездоровая реакция. У меня аж трусит начинает. Когда мне сильно что-то нравится. Прям я прям... У меня аж потрусивает. Или в машине какая-то включается моя любимая песня. И где-то играет. И все. Я прям врубаю. Могу остановиться. Просто качаться и слушать. В общем. У меня тоже и правда музыка срывает. Например, даже если говорить о том, что я люблю работать по ночам на студии. Я приезжаю. Ночью я могу целый день что-то стараться делать. И потом только ночью все начинает получаться. И вот когда оно получается. Слава Богу, никого нет на студии. И с закрытыми дырами я сижу. И я начинаю бегать. Бегать по лестницам. Кричать. Радоваться. Прям ну так очень. А я даже знаю. Примерно это похоже на футболиста, который забил гол. Вот как они радуются. Примерно так спортсмены когда радуются. Вот примерно такая реакция. Или как в американских фильмах. Вот эти все когда тренеры радуются. Да! Да! Вот. И вот такое как-то так выглядит. Очень так крикливо это все выглядит. Если говорить о хорошем смысле. Ну типа что сносит крышу. А сносила ли крышу в негативном плане. Что-то у тебя бывало такое, что ты все хотел уехать. Забыть все. Ой, когда мы с Вовой ругали сначала. Когда я его ревновала. Весь отношение. Любовь. Любовь. Вот. Поэтому музыка и любовь вот что срывают крышу. И в хорошем и в плохом смысле. Двери во что? Ой. Захлопали дверь. Я уходила. Делала быть что я. Ты еще в лес не видишь? Ну там гад. Мне сложно дышать. Вот эта вся фигня. Знаешь когда? Я поэтому теперь стал в лес заезжать. И птичьих слушать. Вопрос от Маши. Есть ли дружба между украинскими артистами или такого понятия не существует? Что-что простите? Между украинскими артистами. Она существует. И мы с позитивом кстати. Очень. Мне кажется мы такие артисты которые пытаемся очень. Подружить все. Культивировать эту тему. Потому что раньше такого не было в шум-бизнесе. Раньше как-то все как-то так. Так они есть такие. Даже то поколение шум-бизнеса. Они такие все. У них закалка вот это. Это поколение постарше. Старше. Да. Ну как раз да. Девяностое которые были популярны там. У них например такое есть отношение. Типа немножко лицемее или как это правильно назвать. Ну я не знаю ничего об этом. Я к тому что. Нет ощущения там дружно дружно какое-то дружного шоу-бизнеса. Да. Мне кажется что у нас сейчас дружный шоу-бизнес. Можно обратить внимание просто посмотреть на бэкстейджи. И мы все время с позитивом хотим сделать какой-то фит с каким-то артистом. Ну понятно там с Монатиком, с Максом Барским. Нет просто времени к сожалению. Но мы с ними дружим. Мы с ними выкладываем посты. Мы с ними встречаемся. Мы приходим друг на друга на какие-то праздники дни рождения. И это прекрасно. Вот сейчас там нет колечки от Димы Монатика. Например. И его жены. Вот такие вот красивые. Это подарок. Подарок. А что вы обручали что-ли? Нет. Трофей. Я у них была дома и зашла случайно в спальню. Да. Я дружуя с Димой Комаровым очень сильно. Все дружно. Все общаются. Дела вместе делаем. Самое главное то есть есть должна быть конкуренция. Но здоровая конкуренция. Да. То есть не надо все сразу обобщать и все делать это типа так. Если этот артист мне там, если он там лучше делает что-то, то его нужно ненавидеть. Нужно поддерживать и стараться быть лучше. Здоровая конкуренция это когда ты всегда например смотришь что у человека получается. Ты хочешь быть лучше его. Но не по злому, а в хорошем смысле. А еще мы с позитивом поддерживаем ребят, которые только появляются на эстраде и только выпускают какие-то треки и а? Эстрада. Что ты сказала на эстраде? На эстраде. Ёмае. Я только сказала? На эстраде. Господи мне очень стыдно за это слово. Пожалуйста. Чего? Это хорошее слово. Я же... Я же... Я же... Я же... Я же...